Для вурнарцев День химика праздник особенный. В поселке находится самое крупное предприятие в России по производству пестицидов, филиал закрытого акционерного общества «Август», завод смесивых препаратов. Здесь на 12 современных линиях производится до 190 тонн химических средств в день, которые поставляются в 76 регионов России, в страны ближнего зарубежья и в страны Латинской Америки. Только за 4 месяца этого года отгружена продукция на 2 миллиарда 800 миллионов рублей. На предприятии работает более 700 человек – жители вурнар и близлежащих деревень. Праздник на стадионе химиков начался с чествования передовиков производства. Кто-то удостоился почетной грамоты Министерства и других ведомств, а кого-то отметили наградой предприятия. Разрабатывается положение о заслуженном работнике Августа. Это будет означать, что та пенсия, которую Август платит своим сотрудникам, она автоматически будет увеличена в два раза. Ну а юные вурнарцы уже получили свой подарок. Как и в прошлом году, накануне праздника Дня защиты детей, в двух дворах открылись детские площадки. Этот подарок преподнесла фирма «Август». Хочу выразить от имени всех родителей, учителей, в общем, детей большое спасибо за воду, за эту детскую площадку, за то, что они вкладывают, большой вклад вносят в развитие нашего благоустройства, нашего поселка, за то, что содержат стадион в таком надлежащем порядке, на котором катаются не только дети, но и пенсионеры на лыжне. Кстати, компания «Август» ежегодно выделяет более двух миллионов рублей на благоустройство детских площадок. Кроме этого, вкладывает деньги в развитие других социальных объектов. Сейчас здесь строится ледовый дворец и фитнес-центр. Посмотрели в микрорайонах, насколько сегодня работа проводится эффективно для того, чтобы создать условия. И млад, и стар занимались, двигались. Бурнар вообще, спортивный район. На рабочей встрече генеральный директор фирмы «Август» Александр Усков сообщил о том, что сейчас в поселке работают архитекторы из Москвы. В ближайшие годы облик райцентра изменится в лучшую сторону.